Всем привет! Решил записать второе видео по поводу развития харизмы, а именно 5 качеств харизмы. Конечно же, еще раз повторюсь, что это далеко не все качества, и харизма это понятие очень абстрактное. Но давайте обратим внимание на самые основные качества, в том числе по которым определяют, харизматичный человек или нет. И все это еще раз, субъективно. Тот человек, который харизматичный для одного окружения, для другого окружения может таким не оказаться. Когда мы говорим о харизме, мы говорим в том числе об уверенности. И многим людям уверенность дают деньги. Хотя они играют нерешающую роль, но в наше время они важны. И многие из моих зрителей интересуются различными методами инвестирования. Поэтому перед началом этого видео я бы хотел рассказать о том тренде, о котором сейчас все говорят. Это об инвестициях в криптовалюту. Наверняка вы уже что-то слышали о биткоинах. И остается один вопрос. А как это применить? Что конкретно делать? Все говорят, да, надо покупать. Да, криптовалюта растет. Биткоин достиг своего исторического максимума. И по-моему он сейчас стоит 272 тысячи рублей. Как на этом заработать? Вы узнаете на вебинаре. Ссылка на этот вебинар находится под этим видео. Для тех, кто сомневается, еще раз скажу, что на данный момент мои приятели-инвесторы, они тоже в это инвестируют. Поэтому кому интересно разобраться в биткоинах, друзья, приходите на вебинар, послушайте, узнаете, поймете, ваш этот способ инвестирования или не ваш. Все ссылочки в описании, но а мы идем дальше. Помимо уверенности финансовой, у нас должна быть уверенность внутренняя. И первое качество харизмы это юмор. И как я уже в других видео про публичное выступление говорил, что юмор это не только умение классно шутить, потому что на самом деле многие люди, о которых говорят, что они такие юморные, веселые, с ними всегда интересные, они бывают не умеют шутить, потому что юмор это возможность вызвать у человека улыбку. Это может быть простая шутка, сарказм, анекдот, какая-то ситуация. Все, что угодно, все, что вызывает улыбку, это уже юмор. Вы своим поведением доставляете приятные ощущения человеку, ему с вами хорошо и весело. Как научиться? Если вам это не дано, то, конечно, научиться будет не так просто. Есть, конечно, самые банальные варианты. Какие-то абсурдные ситуации вы увидели, и вы ими делитесь, и людям весело от этого и смешно. Ну, а можно углубиться в эту тему и пройти какой-нибудь курс. Допустим, вот я услышал, что у Мартиросяна, у Павла Воли, да, у них есть курс по стендапу. На самом деле, есть уже целые сайты, где показана структура шутки, как шутки придумывать, что такое юмор, и как этому научиться, практикую это ежедневно. Поэтому для тех, кто хочет, welcome, изучайте. Есть даже книги на эту тему. Второе качество харизмы, вы, наверное, с ним часто встречались, это контроль. Контроль ситуации. Да, это понятие относится к лидерству. Ну, любой лидер — это человек харизматичный. Но когда человек не подстраивается ни под какую ситуацию, когда он держит все под контролем, например, случилась какая-то ситуация, и, конечно, вы можете под нее там подстроиться, но, может, сделаем так. Лидер, харизматичный человек говорит, нет, давайте все-таки попробуем свое. Давайте все-таки попробуем это продавить. Давайте попробуем все-таки договориться. Давайте еще сделаем 10 попыток. Давайте еще найдем 10 способов. И вот в любой компании есть люди, которые сдаются сразу при первых же трудностях, они не берут под свой контроль, и, как правило, они берут меньше ответственности. Есть люди, которые готовы держать ситуацию на контроле и которые готовы продавливать. То есть они не подстраиваются под ситуацию, и такие люди чаще всего ситуацию и контролируют, потому что у них есть внутренний стержень. О внутреннем стержне мы, кстати, говорили в нашем первом выпуске про 5 качеств харизмы. Как развить в себе это качество? Все очень просто. Когда у вас возникает любая сложная ситуация, будь то вы наедине с собой, вот сейчас хотите переметнуться и заняться чем-то неважным, там, полезть в контакт или еще что-то. Взяли, остановили себя, я контролирую, надо ли мне это сейчас, работает ли это на моей цели, поговорили, провели внутреннюю работу, вернулись к своим делам. Если какая-то ситуация произошла в бизнесе, в работе, в учебе, какая-то трудность, и другие люди тоже попали в эту трудность, то попробуйте настроить людей, что давайте попробуем. Давайте найдем еще 50 миллионов способов решения, давайте не будем упускать руки, давайте не будем сдаваться. Старайтесь держать ситуацию под контролем. Это не всем дано, и я соглашусь, что далеко не всем это надо. А я это рассказал для тех, кому это действительно интересно. Третье качество харизмы – одежда, то, что мы носим. Это не обязательно, есть люди, которые одеты как бомжи, они очень харизматичны, но в 21 веке есть некое усредненное понятие нормального человека. И, соответственно, если человек хорошо, прилично одет, либо он стильно одет, либо у него есть элементы, которые его выделяют. У меня есть приятель, который все время носит бабочку. У него это смотрится глупо, но я также знаю людей, для кого это харизма, потому что, когда на тебе спортивная куртка и бабочка, это смотрится не харизматично. Если у тебя весь гардероб подобающий, и ты просто носишь стильную бабочку casual, деревянную или еще какую-то, их постоянно меняешь, то без проблем. Это и есть харизма, когда весь ваш облик, он соответствует. Стив Джобс носил все время черный бадлон. Это то, что его выделяло, это его харизма. Есть те люди, которые накачанные, они носят только обтягивающее, чтобы все было видно. Да, это харизма. Любой сильно выделяющийся элемент вашей одежды, это харизма. Пусть вы носите это не постоянно, вы одели это один раз, у вас желтые туфли, красные. Или какой-то сильный контраст в одежде, главное, чтобы это не глупо выглядело, это и будет харизма. Четвертое качество харизмы – физиологические качества. Лысый, лохматый, картавый, лопоухий, нелопоухий, тощий, толстый. Все физические качества – это харизма. Потому что мы сейчас говорим не о том, чтобы представить перед собой супермена и человек харизматичный. Нет, очень много шоуменов, популярных людей, известных людей, которые имеют, может быть, чрезмерно лишний вес. Может быть, у них есть какие-то стигматы, может быть, у них есть какие-то, в том числе, татуировки. Может быть, они лысые, может быть, чересчур лохматые или с дредами. Неважно. То, что выделяет человека очень сильно на фоне других, это и есть элемент харизмы Че Гевара. Кто его знает без его берета? Везде этот образ самый узнаваемый только с беретом. И таких примеров можно приводить много. А Радислав Гондапас лысый, и это его выделяет среди других бизнес-тренеров. Как это развить? Да, друзья, не надо искать что-то уникальное в других. Ищите что-то уникальное в себе и не бойтесь подчеркивать свои недостатки. Много блогеров известных, картавых, с непонятной речью, кто-то с непонятной внешностью. Это нормально, это харизма. Поэтому, чтобы это развивать, нужно просто подчеркивать свои черты, не бояться и не стесняться себя. Пятое качество харизмы – это самоирония. Когда вы не боитесь, что над вами шутят. Когда вы не боитесь сами подшутить над собой. Когда случилась какая-то неприятная, непредвиденная ситуация, вы это обыграли и сами посмеялись над тем, что вы попали вдруг в глупую ситуацию. Самоирония. Как развить? Очень просто. Что-то произошло. Не надо пасовать, вставать в ступор. Так и скажите. Ой, казус. Ой, у меня кривые руки. Ой, у меня не получается. Ой, у меня что-то с утра не заладилось. Делайте это с улыбкой, с сарказмом, с самоиронией. Обществу нравятся такие люди. С ними очень легко. Они никогда никого не напрягают. С ними всегда интересно общаться. И самое главное, видно, что человек простой. А простой человек всегда привлекательен. Потому что общаясь с ним, мы знаем, что у него не будет слишком много лишних мыслей по поводу нас. Все любят простых людей, потому что они вроде бы более предсказуемы. Вопрос спорный, но психология наша такова. Если вам понравились эти пять качеств харизмы, ставим лайк, оставляем комментарии, что бы вы еще добавили. И подписывайтесь на мой канал Павел Багрянцев. Всем пока и до новых встреч.